Марина Михайловна, здравствуйте! Ксюшка, привет! Как тебе дела? Пришли результаты по литературе ЕГЭ. Как? И что? Вы не представляете, как вы думаете? Я не знаю, ну говори. У меня три цифры. Сто баллов? Сто баллов? Ксюшка, я тебя... Ой, умница! Какая ты умничка! Я тебя рада, как... Молодец! Выпускница 17-й школы с углублённым изучением отдельных предметов Ксения Кожемяченко. Сдала все экзамены и спешит в родной класс, чтобы рассказать учителю о победе. ЕГЭ по литературе был для неё первым испытанием на пути к серьёзной профессии. Не скрывает, к экзамену готовилась основательно. Пришлось много времени провести за подготовкой, поэтому биография писателей, поэтов теперь в моей голове постоянно прокручивается. Классный руководитель Ксении, она же учитель по русскому языку и литературе, отмечает, её ученица – многогранная личность, хорошо поёт, прекрасно читает стихи. Все творческие конкурсы школы и класса не обходятся без её участия. По литературе Ксения выполняла задания одной из первых и делала работу с неподдельным интересом. Это очень способный ребёнок. Она трудяга, про таких говорят. Начиная с седьмого класса, она изучала предмет практически углублённо, потому что её интересовали многие произведения. Она работает с текстом, что немаловажно. Это самое основное. То есть ребёнок читающий. Когда мы в классе ещё изучали роман, роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина, Евгения Онегина, меня очень заинтересовало, потому что мы дискуссировали на тему взаимоотношений между главными героями, что я другому отдана и буду век ему верна. Она не отступает от своих принципов, несмотря на то, что любит Евгения. И я считаю, что она молодец, сильная женщина. Ксении также пришлось собрать волю в кулак и сдавать ЕГЭ в 13-й школе в незнакомом классе. Тот же экзамен выбрали двое её одноклассников. В городском округе Щёлково литературу на все сто сдали девять выпускников. Ксении нужно было написать несколько миниатюрных сочинений и одно большое – о философии в лирике поэта Афанасия Фета. Времена года и состояние человеческой души выпускнице удалось передать дословно. Например, было стихотворение «Осень». Там я приводила три аргумента, три стихотворения. Сезон сравнивается с душевным состоянием человека. Я не думала, что мне удастся. Я счастлива, что так вышло. О результатах ЕГЭ Ксения узнала дома, о чём сразу же сообщила родителям. Их наставления помогли дочери сконцентрироваться на главном. Все меня поддерживали, даже одноклассники. В итоге, когда я увидела 100 баллов, то я не могла ни кричать, ни плакать, ни смеяться, потому что эмоций за этот год практически не осталось. Золотая медаль и красный аттестат сплошь из пятёрок. 90 баллов по русскому языку. Этого достаточно, чтобы поступить в ВУЗ мечты. Но для большей уверенности Ксения ждёт результаты по английскому. Ксения, ну а какая твоя основная цель? Кем ты хочешь стать в жизни? На самом деле я мечтаю стать журналистом. Мне кажется, что это очень интересная профессия. Я хочу информировать людей о том, что происходит вокруг, о каких-то новых социальных явлениях. Может быть, у вас есть какие-нибудь советы профессиональные? Конечно, обращайся, всегда подскажем. Спасибо.